Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам, 4 глава. Засим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, вы, приняв от нас, как должны вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Итак, для нас очень важно это обращение, потому что, по сути, мы говорили о молитве, которая пронизывает все послание, и здесь апостол Павел, по сути своей, молит сам своих адресатов. Братья, он так обращается к ним, просим и умоляем вас, Христом Иисусом. То есть, вот в этих словах видно, какое напряжение переживает апостол Павел. Он напоминает им о той жизни, которую он им проповедовал, действительно о новом строе жизни, как вам нужно поступать и угождать Богу. И действительно, мы знаем, что жизнь человека, она, как правило, пронизана самоугождением. Люди потакают себе своим слабостям, своим привычкам, своим наклонностям, своим желаниям. И даже мы, те, кто приходит в церковь, не можем похвастаться тем, что мы ставим перед собой задачу, как я в жизни должен угодить Богу, что я должен для него сделать. Да, мы следуем каким-то нормам, какие-то предписаниям, установкам, но в то же время вот эта задача угождения Богу, она, как правило, перед нами не стоит. Вот на самом-то деле, конечно, это центральный момент, это центральная задача, то, для чего и ради чего мы пришли в церковь. И апостол Павел так здесь это и формулирует, что он призвал к Богу фессаленкидцев именно для этого, для того, чтобы они угождали Богу. И здесь, опять же, важно то, что действительно они были язычниками. И, конечно, в этом полиэтеизме, в языческом многообразии апостол Павел проповедует не просто христианство, он проповедует единого Бога, единого Бога, которого язычники просто-напросто до этого времени не знали. И воля Божия, продолжает он, есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас имел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники, не знающие Бога. Итак, мы видим, что основная проблема, которая стояла перед адресатами послания, нравственная проблема, это блуд. Люди жили в язычестве, и, собственно говоря, как мы уже говорили, жизнь не была регламентирована какими-либо нормами. Я думаю, что здесь наше время, оно мало чем отличается от времени, когда апостол Павел писал свои послания, и те же самые проблемы, они, в общем-то, существуют и по сей день во многом. И действительно, люди живут в таком окружении, где блуд не считается чем-то зазорным, чем-то греховным. Наоборот, это все естественно, это все даже пропагандируется у нас и проглашается почти нормой. И поэтому люди, которые еще вчера потакали греху, служили греху, трудно изменить свою жизнь коренным образом, трудно отказаться от того, что апостол Павел называет страстью похотения. И действительно, это проблема, которая сохраняет свою актуальность, но апостол Павел настаивает на том, чтобы действительно знание Бога, оно бы изменило жизнь писалоникийцев, чтобы они хранили себя в святости и чести. Кроме того, одна из проблем, которая тоже, наверное, сохраняет по сей день свою актуальность, это то, что люди пренебрежительно относятся друг к другу, не имеют хранить отношения. Более того, очень часто люди используют друг друга, то есть рассматривают других людей как объект, из которого человек должен получить что-то ему необходимое, важное для него самого, но при этом личность другого человека, она остается незначимой и неважной. Такое отношение к людям, оно, в общем-то, все уровни нашей жизни так или иначе пронизывает, и это мы вынуждены признать, но для церкви это недопустимо, чтобы с братом не поступали с братствами противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили и свидетельствовали. Итак, действительно, людям было трудно перестроиться, и мы это понимаем, потому что, конечно, такая линия поведения, она сулила людям какие-то выгоды, может быть, какие-то временные наслаждения, может быть, какой-то успех или что-то еще, и поэтому людям трудно было от этого воздержаться. Почему человек должен был себя от этого ограничить, остановить себя в этих намерениях? И, конечно, здесь мотивация, она должна была быть, и апостол Павел, как мы говорили, он об этом пишет, но еще один момент, это как раз напоминание о суде, Господь мститель, да, то есть человек должен вспомнить о суде Божьем, перед которым он рано или поздно обязательно предстанет, и если его жизнь не изменится, то он неизбежно будет наказан. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, и так непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего Святаго». Это еще одно направление, еще одно измерение жизни – это святость. И человек, если он непокорен, да, то есть как бы он не апостола Павла не слушается. И дело в том, что, как часто бывает, да, что вот тот человек хочет исправить, изменить, и это воспринимается как некая нотация, как что-то, что лично меня не устраивает, мне не подходит, не нужно, да, и поэтому очень часто действительно люди воспринимают божественное как человеческое, и поэтому оно оказывается для них неприемлемым и неважным. Но апостол Павел говорит о том, что нет, человек противится не людям, если он не хочет с этим соглашаться, но Богу, который дал нам Духа своего Святого. И действительно, мы еще раз и не раз будем возвращаться к этой проблеме. Каким образом апостол Павел мог доказать, что действительно он на стороне Бога, что то, что он проглашает, то, чему он учит, не является его личным измышлением, что он не приводит людей к вере, которую выдумал и изобрел сам, а что действительно то, что он говорит, является откровением Божьим. Доказательством этого является то, что верующие получали Святого Духа, то есть Бог им благоволил, он наделял их своим Духом, который проявлялся удивительным образом, как мы знаем в ранней церкви, в многочисленных дарах. Которых раньше люди просто-напросто не имели. И поэтому наличие Святого Духа в фессалоникийцкой церкви, которую образовал, который основал апостол Павел, было доказательством именно того, что действительно апостол Павел ввел Бога в жизнь фессалоникийцам. И если они отказываются от тех требований и норм, которые он разглашал, которым он призывал, то, естественно, они отказываются и от Бога, и от дара Святого Духа. «О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так поступаете со всеми братьями во всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Итак, мы уже говорили о том, что тема братолюбия, любви между членами христианской церкви, она всегда сохраняла свою актуальность. Ну, мы понимаем с вами, что даже общаясь с какими-то людьми на протяжении долгого времени, мы очень часто ощущаем в себе недостаток любви, терпения, внимания, снисхождение, прощения. И поэтому, конечно, наивно было полагать, что люди, которые только-только делали свои первые шаги в церкови, они уже имели в своем сердце избыток любви. Любовь в них, несомненно, была. Более того, эта любовь, она распространялась по всей Македонии. Но апостол Павел говорит о том, чтобы христианикицы не должны на этом останавливаться, они должны идти дальше. Кроме того, конечно, проблема была в отношении с внешним миром. И здесь апостол Павел делает такое простое наставление, он говорит о том, что нужно жить тихо, делая свое дело, работать собственными руками, чтобы ни в чем не нуждаться, а кроме того, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними. И так, действительно, церковь продолжает жить в этом мире, и христианикицы в этом отношении свою жизнь не должны никаким образом менять, не обращать на себя внимание внешнего окружения, а жить именно благоприлично и тихо. Не хочу вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как и прочие, не имущие надежды. Тринадцатый стих. Здесь мы начинаем отрывок, который наиболее часто читается в церкви. Это отрывок читается на погребении, на отпевании. И здесь апостол Павел высказывает свое отношение к участи умерших. Почему он это делает? Хотя фессалоникийская церковь насчитывала всего несколько месяцев своей жизни, тем не менее, кто-то из ее членов уже умер. И поэтому в церкви возникал вопрос, а какова будет участь этих людей, что с ними станет? Как мы с вами знаем, ранняя церковь активно ждала возвращения Христа, что это должно вот-вот произойти. А если эти люди не застали возвращение Христа, если они его не встретили, что же, они погибли, надежды на их спасение уже нет. Вот апостол Павел здесь как раз и говорит о том, что будет с теми, кто умер во Христе. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 14 стих, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ключевым здесь является выражение умерших в Иисусе. Другими словами, связь со Христом, она не прерывается после смерти. Человек не исчезает. И то, что связывало его с Богом в этой жизни, останется и после смерти. Почему? Потому что средоточие нашей веры, ее центр — это вера в то, что Иисус умер и воскрес. Тем самым Христос показал свою власть над жизнью и смертью. Он через воскресенье доказал, что смерть над ним невластна, и что он этой властью сам обладает, властью над смертью. И поэтому, раз для Христа смерти уже не стало, то, естественно, это касается и всех его последователей, всех, кто в него поверил. «Ибо сие мы говорим вам словом Господнем». То есть не сам апостол говорит это, а он выражает слово Христово. «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела в трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Прежде потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, встретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будет». Естественно, вопрос, который возникает с этим, как соотносится участь тех, кто умер, с спасением тех, кто продолжает жить. И апостол Павел говорит о том, что у живущих, более того, нет никаких преимуществ перед теми, кто уже покинул этот мир. Мы, он говорит, не предупредим, то есть не опередим умерших. При трубе, которая как бы будет умерших, как труба, как трубный клич, эти картины неоднократно встречаются как в Ветхом Завете, так и, если мы обратимся в Евангелие, Матфея 24 глава. Вот архангел и труба Божия, сам Господь сходит с неба, и мертвые во Христе оживают прежде. То есть, другими словами, те, кто умерли, они вернутся к жизни. А уже вслед за ними те, кто будут на земле, вместе с ними восхищены будут на облаках, встретения Господа на воздухе. Эта картина, она очень напоминает нам то, что в книге «Деяния» говорится о вознесении. Там апостолы провожают Христа, и облака забирают его от них и возносят его на небо. Здесь же эти облака, они возносят всех членов церкви. И встреча с Христом, она происходит не на земле, а вот этом воздушном пространстве. И апостол Павел не говорит о том, что люди, они будут возвращены обратно на землю. Очевидно, что после этого торжественного вознесения продолжится их новая жизнь с Господом. «Так всегда с Господом будем», завершает свои рассуждения и размышления о будущем апостолу Павел. И так заканчивает он «Утешайте друг друга этими словами». Действительно, для нас это очень важно. Апостол Павел начинает со слов «Дабы его не скорбели, как прочие не имеющие надежды об умерших», и заканчивает, по сути, тем же призывом «Утешайте друг друга». Действительно, мы знаем, что смерть близких, родных людей очень часто является болезненной, труднопринимаемой. Мы сейчас особенно понимаем, что когда идет ковидная эпидемия, и очень часто люди, которых мы знали, с которыми общались, о которых мы слышали, неожиданно умирают. Вот здесь, увы, этот вирус, он не избиратель, он не щадит никого. И всегда так было, собственно, дело не только в той ситуации, в которой мы находимся с вами сейчас, но и в прошлое время мы понимаем, что смерть всегда очень трудно принять, с ней нелегко согласиться. И, конечно, утрата близкого человека, она очень часто является такой ноющей болью в душе, которая долго нас не покидает и не исчезает. Но есть принципиальное отличие, и на него указывает апостол Павел. В отличие от других людей, которые всегда оскорбят о любых утратах, мы имеем надежду, потому что эта надежда связана с тем, что люди, они не умерли. И не случайно, еще раз обращу внимание, апостол такую фразу превосходил, он говорит, мертвые во Христе. Как оказалось, как мертвые люди могут быть во Христе? Но тем самым он подчеркивает, что действительно связь со Христом для тех, кто покинул мир, не исчезнет, не уйдет никуда. Хоть они и мертвы, но они все равно пребывают с Христом и во Христе. И поэтому это то, что связывает нас с ними, то, что не исчезает, что не может быть никаким образом упразднено. И вот именно эта связь со Христом, она в какой-то момент и воссоединит нас с ними. Сначала, когда мы перешагнем сами порог смерти, а затем и в воскресении мертвых, которого мы ждем и на который мы надеемся.